так ребята всем здравствуйте вы на канале цвета дом сегодня у нас 2 декабря то есть хочу вам сделать обзорчик моих аллаказий поподробнее маленько рассказать о них и так поехали потихоньку начнем с этой вот красотки с моей любимой вот такая вот она огромная то есть не знаю конечно какой возраст но куплено на у меня на года три назад вот то есть вот буквально в три листа она была вот за это время такая вот красоте не огромная но здесь два растения ребята в горшке то есть выпускает она новые листья объем горшка это литр из 6 как заявлено но я думаю что поменьше литры 4 вот потому что они тут вставлены друг дружку то есть вот такая вот красотка то есть грунт классма и перлит ребята никаких проблем с ней нет совершенно очень неприхотливая красивая крупная аллаказия так дальше вот это вот красота была куплена года два назад маленьким череночком это принцесса юкатан вот то есть молоденько еще такая объем для такого растения литр и 2 это я их пересаживала буквально осенью в больший объем то есть аллаказия не нужен большой объем грунта поэтому начинаются все с ними проблемы все загнивание поэтому они у нас пропадают так дальше вот это вот красота это сориан такие вот стрелы пересаживала я ее буквально неделю назад потому что она у меня постоянно заваливалась то есть постоянно летал это у меня ее код снесет то есть вот сделали вот такую топору очень удобно такой пирамидой то есть мне накладил муж то есть сейчас я спокойно за нее то есть очень хорошо на ее держит потому что стволы длинные они распадаются это на в кучку так собрано аккуратненько то есть вот вот такая вот красотка она приехал ко мне из голландии том году замерзшие корни были живые то есть все благополучно наросло замечательно она себя чувствует конечно сейчас пересаживать ничего не стоит это у меня просто была вынужденная пересадка думаю что все хорошо с ней будет так дальше вот это вот тоже огромный это винти это вообще лакази для начинающих тоже классман перлит горшок наверное где-то литр и два вот такая вот здоровенная вот это вот мои крупные меры так дальше сейчас вам покажу вот таких вот каплюх можно сказать по сравнению с теми и это значит у нас ред секрет медная лакази тоже два растения в горшке она мне растет с деткой объем горшка это где-то наверное ну 7 литра эти аллаказии у меня стоят все на фитильном поливе соотношение грунт классман 40 процентов 60 процентов перлита ребята замечательно они растут на фитиле то есть любое растение можно приспособить к фитильному поливу то есть чтобы не знать проблем пускай они под нас приспосабливаются и все же нам под них дальше вот это бисма это было куплено то есть осенью совета аллаказия то есть пересажена меньший объем то есть приехала на мне в гораздо большем объеме выпускает еще лист горшок где-то 03 такой горшочек также уже стоит на фитильном поливе то есть замечательно себя чувствует так это тоже красотка осенью была куплена это жаклин выпускает новый лист также приехала ко мне в большем объеме ребята стоит в стакане 02 вот такая вот аллаказии потому что грунта по их корневой было больше поэтому я убавила горшки то есть все хорошо также все голландские все покупные магазины и аллаказии которые я покупала я освобождаю обязательно от торфяных таблеток меняю им грунт вот так же даю то есть грунту по корням все небольших объемах также вот это вот у нас это у нас шкура дракона также горшок где-то 03 вот с ней был у меня летом такой неприятный казус то есть у меня и отсадил от нее детку оставила ее в том же объеме земли то есть через какое-то время она начала у меня терять тунгар то есть листья верхние если нижние да они это нормально для них но были верхние листья то есть поникшие я вовремя спохватилась все это дело заметила соответственно корни там были гнилые оставалось там несколько буквально корешков здоровых белых вот но клубень слава богу был живой поэтому я пересадила в меньший объем буквально маленький стаканчик и все благополучно анимировалась то есть все наросло вот так вот она сейчас выглядит все с ней хорошо так вот это вот малышка это также я вам показывала распаковку посылки это мило вот распускает новый лист такая вот каплюшечка тоже с ней все хорошо так дальше вот это вот красотка это гиана тоже был маленький черенок покупалась на авито и черенок деточка маленькая вот сейчас вот она вот уже такая также объемной 3 такая вот красавица все аверигатные то есть никакой случае ребята не даем большие объемы аллаказий поэтому все проблемы начинаются у нас с этого что у нас не справляются корни с этим объемом земли также поначалу лет 5-6 когда я покупала аллаказий благополучно они мне отправлялись мирной все-таки мне интересно это было почему почему у меня это не получалось то есть было бы желание все получится и вот методом проб то есть меня не благополучно себя чувствует растут так дальше вот это вот название это тоже все новинки это весенние тоже покупка совета тоже небольшой объем горшка такая вот красавица так и вот это вот это голландская это silver dragon белый дракон то есть также я ее освобождал освобождала то есть от грунта полностью все убирала весь грунт убирала все торфяные таблетки с магазинах аллаказий обязательно вот вот старые листья не голландские такие вот они страшненькие но я их не обрезаю хотя не это очень конечно также раздражает как наверное нас всех но фото сидос идет то есть этого делать нельзя растение будет тяжело ждем когда сами отсохнут тогда уж мы их будем убирать то есть вот такая была малюсенькая малюсенькая растет все хорошо так дальше ребята хочу от маленько рассказать вам о препаратах которые я использую то есть при пересадке обязательно я использую вот такой вот препарат это то есть биологический фунгицид это аллерин b то есть смешивая одну таблетку на 2 литра воды но можно на 3 вот и также использую корневой стимулятор это радифарм очень хороший препарат для наращивания корневой системы то есть прям вот рекомендую его на самом деле хороший вот его использую так если просто для грунта при пересадке то есть два миллиграмма на литр воды при фитильном поливе то есть я использую один миллиграмм на литр воды также провожу профилактику от корневых гнилий также аллерин то есть использую одну таблетку на 3 литра воды можно смешивать с любым удобрением вот это 1 2 недели принципе для любых растений это биологический фунгицид то есть это не вот там химия какая-то то есть все равно лучше проводить профилактику чем потом лечить растение вот я вот таким препаратами пользуюсь то есть ребят но все рассказала в принципе про лаказии да будут вопросы задавайте постараюсь ответить если кому-то что-то непонятно так всем пока всем хорошего настроения до следующих встреч